Солнечногорск Солнечногорск Для маленьких жителей Солнечногория в соматическом отделении центральной районы больницы открылась «Добрая комната». Проект партии «Единая Россия» позволит пациентам во время лечения читать, рисовать и просто играть. На территории детской игровой зоны – травмобезопасное покрытие, детская мебель и книги. Открыли комнату автор проекта депутат МОСУ Булдумы Линара Самединова, глава городского округа, депутат МОСУ Булдумы Сергей Юдаков и популярный певец Стас Костюшкин. Легендарная фигуристка депутат Государственной Думы Ирина Роднина встретилась с жителями территориального управления Луневская. Вместе с главой городского округа они подвели итоги работы за 2019 год и обозначили планы и проекты на будущее. Во время вечера на главной сцене грамотами главы городского округа и грамотами депутата Государственной Думы наградили самых активных жителей территориального управления, общественная деятельность которых направлена на развитие муниципалитета. День освобождения Солнечногорска от фашистских захватчиков в округе отметили торжественным митингом. Почтили память героев и возложили цветы к постаменту глава городского округа, председатель местного совета депутатов Марина Веремеенко, юно-армейца, ветеран Великой Отечественной войны и учащийся школ. Завершился день праздничным концертом в Доме культуры Лепси. Глава Солнечногория принял участие в форуме «Открой свой бизнес в Подмосковье». В настоящее время в городском округе реализовывается 60 инвестпроектов на сумму свыше 40 миллиардов рублей. На ближайшую пятилетку власти округа ставят амбициозную задачу – увеличить ежегодный приток инвестиций на сумму не менее 25 миллиардов рублей. Депутаты городского округа в ходе 14-го заседания утвердили бюджет муниципалитета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. Большая часть средств – 51% – будет затрачена на развитие социальной сферы. Ранее проект бюджета прошел публичные слушания, которые состоялись в Доме культуры Лепси. Ключи от квартир получили 49 человек, проживающих в аварийном доме номер 7 по Институтской улице в Менделеево. Переселили жители в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». 45 жителей переедут в первый корпус нового многоэтажного дома по улице Хуйбышева. Половину уже переселили. Остальные смогут обустроиться в новых квартирах до начала 2020 года. Еще 4 человека получат вторичное жилье тоже в Менделеево. Жители улицы Вертлинской и микрорайона ЦМИС ознакомились с проектами благоустройства дворовых территорий на 2020 год. С концепцией выступил глава городского округа. По программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева внимание уделят безопасности юных жителей увеличению парковочных мест и освещению. За качеством уборки дворовых территорий Солнечногорска следят с помощью областного приложения «Проверка Подмосковья». Качество работ специалистов коммунальных служб проверяют сотрудники профильных подразделений администрации. Приложение было запущено по распоряжению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Ежедневно от регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства в адрес городского округа поступает 993 задания. По три на один двор. Продолжение следует...